Привет, привет, лесятки! Вы на канале Софи Элис Лайф. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить нам пальчик вверх. У нас впереди на канале много-много интересного. Сегодня, как обещали в одном из своих прошлых видео, я покажу, как мы преобразили свою коллекцию троластиков по мультику троллей из магазина Пятерочка. Там еще не закончилась эта акция. Мы уже сняли несколько видео на тему троластиков. Вдохновились вот такими вот ластиками из магазина Таргет, которые мы купили в Америке. И решили тоже раскрасить наших троллей, наши ластики из магазина Пятерочка, преобразить их и сделать вот таких цветных и интересных троллей. Если вам нравится такая идея, смотрите этот мастер-класс и сейчас покажу, как я это делала. Вот, например, берем алмазик. Я вам его покажу поближе. Вот видите, как мы преобразили алмазик. Ну, согласитесь, гораздо интереснее, гораздо прикольнее он стал. Он такой прям няшный-няшный, очень похож на алмазика из мультика. И вот Таргетовский алмазик, смотрите. По-моему, наш даже лучше получился, даже больше похож. Привет! Привет! Я алмаз! Ну, у этого только волосики, волосики, конечно, настоящие такие. У этого коричок раскрашенный. Ну, ничего страшного. Вот такой классный алмазик. Так, кто еще, например, вот диджей-звуки. Сейчас я вам покажу поближе. Вот тоже, смотрите, какой клевый. Я считаю, что немножко я переборщила с насыщенностью волосиков. Надо было более такими рыжими сделать. У меня они какие-то прям сильно насыщенно-оранжевые получились. Надо было сделать посветлее. Вот, смотрите, розочка. Розочка, когда маленькая была. Ну, просто прелесть. Эластик стал намного интереснее. Естественно, ребят, такие ластики, если вы покрасите их, уже нельзя будет использовать по назначению. То есть, это уже будет не, собственно говоря, ластик, а именно коллекционная такая фигурка. Это будет ООАК, то есть, one of a kind. Что-то единственное в своем роде. То есть, вы сделаете свою собственную коллекцию троластиков, которой не будет ни у кого другого. И оставила я вот Купера для того, чтобы не раскрашенную, для того, чтобы показать вам, как я это делала. Вот она какая у нас супер-классная коллекция троластиков из пятерочки, преображенная. One of a kind. Так, давайте пока их отставим в сторону. Я вам расскажу, что вам понадобится. Вам понадобятся акриловые краски. У меня такие перламутровые завалялись. Они долго стояли. Не знала, куда их применить. Вот, наконец, они понадобились. Они здоровские. Они действительно перламутровые. Вот этот цвет особенно классный. Он для многих подошел волос троллей. Желтенький. Если у вас каких-то цветов не будет, вы сможете с помощью смешивания цветов добиться желаемого вам цвета. И вот такие у меня докола краски по ткани были. Они прекрасно тоже подойдут для раскрашивания ваших троллей. Вот таких у меня 9 основных цветов. Серебряный мне понадобился для прически алмазика. И даже вот золотой есть. Кисточки. Как можно тоньше. То есть, чем тоньше у вас будет кисточка, вот у меня двоечка. Например, коза и пони. Тем проще вам будет мелкие детальки раскрашивать. Например, такие, как глазки. Потому что их очень трудно красить. Они очень мелкие. Так, ну и палитра для смешивания цветов, таких, которых у вас нет. Так, ребят, смотрим, какой у нас вот купер. Вот тут у нас купер есть на картиночке. Вот здесь у нас кусочек купера есть. Вот тут вот он у нас вот целиком даже. Вот мы на него будем ориентироваться и смотреть, какие цвета нам нужны. Так, ну для шляпы нам нужен светло-зеленый. Светло-зеленого такого нет у нас. Поэтому мы возьмем зеленый. И мы возьмем беленький. И будем сейчас все это дело разбавлять до нужного нам оттенка. Капаем зелененького. Так. И капаем беленького. Опа. Сейчас будем добиваться нужного нам оттенка. Смешивать. Ну вот, уже что-то похоже на шапочку купера. Да, как он белесый, конечно. Что делать? Если хотите, кстати, можно в акриловую краску добавить блесток у вас. Вообще-то тут тролли будут даже блестеть. Ну что, поехали. Берем нашего тролля. Если у вас есть, кстати, какой-нибудь клир, супер клир, вы можете обработать сначала пластики супер клира. Ну вот, посмотрите, как сразу тролль уже такой становится классным. Так, технология такая. Сначала мы акриловую краску наносим в середине. И потом уже берем более тонкую кисточку и вот здесь по краям, где ушки, где край шапочки проходимся, чтобы не намазать, чтобы не испортить нашего тролля. Кстати, если вы что-то сделали не так, вы можете прям сразу побежать и все это дело смыть и начать заново, пока краска акриловая не засохла. Естественно, ребята, акварель или что-нибудь другое использовать нельзя, только акрил. Он очень хорошо ложится. Замечательно смотрится. Так, вот, смотрите, теперь берем кисточку более тонкую и проходимся по всем вот этим вот местам, по всем краям, возле ушек. Не спешите, это такой процесс очень расслабляющий, такое 3D раскрашивание. Очень здорово. Вот так сидеть, можете чайку себе сделать. Не торопитесь, сделайте все аккуратно. Чем аккуратнее вы выполните работу, тем красивее у вас будет смотреться это все дело. У вас будет здоровская коллекция. Таких замечательных троллей. Смотрите, шапочка у Купера у нас готова. Какая прелесть получилась. Так, теперь давайте раскрасим ему глазки. Так, все, ребятки, поехали рисовать теперь ему глазки. Очень аккуратно, беленькой красочкой. Потом черненьким добавим зрачки. Вот он уже такой симпатичный получается. Так, глазки у нас получились. Теперь давайте, что у него там, зубки. Показим на крышечку, будем туда макать. Теперь зубки ему раскрасим тоже очень аккуратненько. Не торопитесь. Лучше сделать все аккуратно, качественно. Ну что, какой уже смешной Купер получается. Такая улыбочка у него, конечно, интересная. Так, зубки готовы. А теперь, ребят, нам надо сделать ему, пока сохнут глазки, нам надо сделать ему, допустим, красный носик. Вот он, потому что красный. Так, берем красную краску. Купер у нас, видите, перловутровую краску не использую для его покраски. Так, делаем носку перу. Красный, красный нос. Вот он совсем уже превращается в симпапапульку. В симпапапульку. Вот. Такой суперский. Я все-таки рискнула, подлезла, подлезла к бровкам. Смотрите. И бровки ему нарисовала. Вот какой красотун получается уже. Так, ну что, давайте теперь попробуем голубой перламутровой красочкой сделать ему прическу. Модную, клевую прическу. Так. Поехали. Аккуратно вот и ушек, чтобы ушки не задеть. Вот. Уже я вижу, что цвет подходит. Он будет такой клевый, перламутровый. Волосы раскрашиваем вот так, допустим, сверху вниз или снизу вверх. Тогда будет, когда краска высохнет, эффект роста волос. Эта акриловая краска менее насыщенная. Поэтому я думаю, что после того, как первый слой краски высохнет, надо будет пройтись второй раз. Потому что, видите, просвечивается, сам ластик просвечивается сквозь краску. Так, ну все, как-то так. Первую часть, первый слой краски мы нанесли. Сейчас подождем, пока высохнет. нанесем второй слой. Вот какой у нас замечательный суперский кубер получился. Привет, ребята! Так, ну все, отправляем его сушиться. Вот так, например, поставим, пусть сохнет. Так, давайте алмазику добавим блеска. Он же там тролли. Это же вообще существа, которые любят очень все блестящее. Все нарядное. Вот такой вот, если у вас есть герблеск, я думаю, что запросто можно его использовать. Допустим, серебряный. Для придания алмазу еще большей троличности. Вот так, смотрите. О, это просто супер получается. Он такой у нас блестящий, такой суперский парень. Сейчас мы нанесем, а потом с помощью кисточки это все дело размажем. Ой, здорово! Просто супер получается. Не знаю, ребята, вам видно, нет? Тролль очень получился блестящий. Прям вот настоящий алмаз. Для этого вот вам понадобится серебряная акриловая краска и вот такие блестки. Ну-ка, смотрим. О, алмаз ты просто супер. Он теперь вообще просто, он блестяшка. Можно, кстати, и других троллей так украсить. Не обязательно только одного алмаза. Ну что, вот такие клевые тролли у нас получились. Я считаю, просто суперский. Особенно албаса мне понравился. Особенно после гель-блеском, обработки гель-блеском он стал просто суперским. Так, давайте еще раз посмотрим всю коллекцию. Вот они наши красотуны все. Все здоровские, все теперь one of a kind, то есть все эксклюзивные, все единственные в своем роде. Я думаю, что это не сложно. Во-первых, это очень увлекательное занятие. Кто любит рисовать, вообще, я думаю, ему понравится это все дело. Поэтому вперед кисточки, акриловые краски и преображаем свою коллекцию троластиков из пятерочки вот в такую замечательную, лично вашу, уникальную коллекцию. Всем пока-пока. Оцените мои старания, поставьте мне лайк, мне будет очень приятно. Вы были на канале Софи Элис Лайв. Пока!